Здравствуйте, в эфире Бавлинское телевидение. Сегодня мы предлагаем вам передачу «Время – это нефти». Здравствуйте, в эфире «Время – это нефти». В студии Эдуард Прокопьев в ближайшие полчаса я и мои коллеги расскажем вам о самых значимых событиях минувшей недели. Смотрите сегодня. Представитель ведущих нефтяных компаний на одной площадке. В Альметьевске прошел нефтяной саммит. Впервые в международном формате. Мастер-классы, тренинги и решения самых актуальных задач нефтегазовой отрасли. Международный молодежный форум прошел в нефтяной столице Татарстана. Сказка о золотых яблоках продолжается. Паблик-арт-программа готовит новые сюрпризы жителям Альметьевска. Обо всем этом подробнее чуть позже начнем выпуск традиционно стоп-новостей отрасли. Мировые цены на нефть незначительно снижаются на фоне данных о замедлении роста экономики Китая во втором квартале до минимума за 27 лет, свидетельствуют данные торгов. Так, цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,09% и составила 66 долларов 66 центов за баррель. Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,23% до 60 долларов 7 центов за баррель. Иран планирует построить нефтехимические производства суммарной мощностью 5-6 миллионов тонн в городе Махшахар, расположенном на юго-западе страны, сообщают СМИ со ссылкой на гендиректор национальной нефтехимической компании Бексада Махамади. Он отметил, что в ближайшее время будут приняты окончательные решения о распределении сырья для будущих заводов в этом промышленном узле, а реализация этих проектов является одной из ключевых задач для НПС. Сейчас нефтехимия занимает вторую строчку списка источников пополнения бюджета Ирана после нефтегазовой отрасли. К новостям компании. 12 июля на базе летнего оздоровительного лагеря «Юность» состоялся саммит руководства нефтяных компаний республики. В мероприятии также приняли участие президент Татарстана Рустам Миниханов, замминистра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин, руководитель Роспотребнадзора Светлана Родионова, директор Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Игорь Шпуров, ответственные работники министерств и ведомств главы районов. В этом году нефтяной саммит приобрел международный статус. Он проводился на одной площадке с нефтегазовым молодежным форумом. Но обо всем по порядку. Альбина Тухватова продолжит тему. У главного форума нефтяников большая история. Это уже 18-й по счету саммит. Ежегодно на этом мероприятии нефтяники совместно с руководством республики и представителями федеральной власти открыто обсуждают актуальные вопросы и перспективы развития отрасли. Традиционное мероприятие началось с посещения выставки передовых технологий. Здесь были представлены самые последние разработки и новаторские решения в области нефтедобычи и нефтепереработки. Компания «Татнефть» продемонстрировала результаты внедрения цифровых технологий по ключевым бизнес-направлениям. Сегодня нефтяники работают над созданием искусственного интеллекта и цифровых двойников реальных объектов. Цифровая трансформация охватила всю производственную систему компании. Мы сделали цифровой двойник «Илова Т-7», запустили ее в пилотном режиме и на сегодняшний день нам это позволило увеличить выработку сырья для установки гидрокрекинга. Значит, в пересчете на 2 тонны в час, в пересчете на год по корзине нефтепродуктов это дает дополнительный рост и беды на 120 миллионов рублей. Очень много нового, которое мы сегодня заинтересованы для внедрения не только компаний «Татнефть», но и компаний «Татнефть» в других странах. Основные аспекты цифровизации, чтобы создавать уже математические модели не только месторождения, не только заводов, а чтобы можно было управлять процессом автоматизированным. Пленарное заседание нефтяного саммита прошло в формате панельной дискуссии. Было посвящено актуальным темам развития топливно-энергетического комплекса. Приветствуя участников мероприятия, Рустам Мениханов отметил, что в этом году саммит проходит как международное мероприятие с участием известных зарубежных экспертов, среди которых председатель наблюдательного совета «Моллгрупп» и слов «Нафт» Золтан Алдот, директор «Глобал бизнес» UOP LLC Мухаммед Шакур. Компания «Татнефть» сегодня одна из высокотехнологичных. Мы выносим много идей и на федеральный уровень, и у нас полное понимание с Министерством энергетики. И я должен сказать, что в принципе у нас есть потенциал не только сохранить, а наращивать объемы добычи. Поэтому это все благодаря тому, что мы используем все самые последние разработки и воплощаем их. Обращаясь к участникам саммита, генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов отметил, что не случайно международный нефтегазовый молодежный форум и саммит стартовали на одной площадке. Таким образом, нефтяники стараются привлечь инициативную молодежь к обсуждению производственных вопросов. Точек для приложения молодых и свежих идей, позитивной энергии у нас очень много. Жизнь каждый день ставит перед нами новые бизнес-вызовы. В эпоху глобальной трансформаторы, чтобы не оставаться на обочине, мы должны динамично меняться, вписываться в новые реалии конкуренции. Сегодня необходимы инновационные решения, свежая инженерная мысль, генерация новых идей. И это нам нужно каждый день. Это задача каждого дня. Такие улучшения. Среди актуальных тем нефтяного саммита – рациональное недропользование, разработка месторождения с трудноизвлекаемыми запасами, цифровые технологии в нефтедобыче и нефтепереработке, альтернативная энергетика. Выступая перед участниками саммита, замминистра энергетики России Павел Сорокин подчеркнул значимость подобных мероприятий в решении актуальных вопросов отрасли. Вот такие форумы и возможность обменяться опытом – это весьма уникальная вещь. И очень отрадно видеть, что правительство Республики Татарстан и компания «Татнефть» уделяют этому такое внимание. Шесть стран, более 250 участников. Международный нефтегазовый форум прошел в эти дни в Альметьевске. Организаторами выступило Министерство энергетики России, компания «Татнефть», а также Молодежный совет нефтегазовой отрасли «Преминэнерго». Шестидневная программа форума включала в себя тренинги, семинары, квесты и главную его часть – хакатон. Подробности в нашем материале. Подобный форум является уникальным для нефтегазовой отрасли. Как по своему формату, так и по географии. Представители более 20 регионов России, более десятка нефтегазовых предприятий, иностранные студенты Российского университета «Дружбы народов», осваивающие нефтегазовые направления. Исполняющий обязанности руководителя исполкома Альметьевского муниципального района Тимур Нагуманов назвал форум знаковым событием и поблагодарил компанию «Татнефть» за организацию. Центральная часть форума – сам хакатон «Ойл Татнефть Челлендж». Если работа с кейсами предполагает заранее известный результат, то в формате хакатона перед участниками ставятся задачи, решение которых до сих пор не было найдено. В состав каждой команды входит преподаватель, IT-специалист, молодой специалист и студент-старшекурсник. Эти люди даже не были знакомы, но в течение нескольких дней им предстоит стать единым целым. Они распределены по 42 команды, и каждая команда должна будет пытаться во время саммита выхватить всё, что новое, и максимально расспрашивать топов, чтобы понять, какие ещё задачи в контекст войти. И потом они решают, сопровождаем эксперты группы от них, и решают войти в бизнес-вызов. Кроме этого, форум включает в себя обширную образовательную программу. Это и тренинги для преподавателей, эффективная работа в команде, управление проектами, дизайн мышления, а также навыки эффективной презентации. Это нужно для того, чтобы ребята смогли эффективно, красиво, интересно представить результат своей работы. В качестве наставников выступили и первые лица. Президент Республики Татарстан Рустам Миниханов, генеральный директор компании Наиль Маганов и замминистра энергетики России Павел Сорокин. В формате вопросов и ответов делились с участниками своими секретами успеха. Мастер-классы форума проходили по пяти ключевым направлениям. Кураторы – топ-менеджеры Татнефти. Вместе с экспертами они помогали командам в решении поставленных задач, отвечали на вопросы участников. К примеру, Рустам Фаизов, эксперт в области геологического моделирования «Газпромнефти», рассказал о том, как меняется набор технологических инструментов инженера-нефтяника с приходом эры искусственного интеллекта. Очень много данных поступает. Долгостоящие исследования мы делаем, но не всю информацию мы извлекаем из этих данных. И именно цифровые технологии помогают нам более эффективно и оперативно принимать инвестиционные решения в том числе. В перерывах между мозговыми штурмами для участников устраивали увлекательные квесты. Так, в одном из них командам с помощью подсказок предстояло найти на территории юности заранее спрятанные золотые яблоки. В заключительный день прошла финальная защита проектных решений. Она и определила лучшие команды, которые были награждены на официальном закрытии форума. Победителем стала команда «Фрэш Оил». Их проект был посвящен оценке активности катализаторов спектроскопическим методом. «Мы в команде сумели сплотиться, сумели распределить роли, самое главное. А вообще, очень важно, мы сумели понять, кто в чём силён. И эти сильные стороны уже используют в том направлении, где нужно, а не заставлять, например, учителя строить, строителя писать и так далее. То есть у нас всё чётко было распределено». Команда получила денежный сертификат. Кроме этого, шесть человек получили возможность прохождения стажировки в Татнефти. Также наградами отметили индивидуальные достижения участников. Ряд молодых специалистов включили в кадровый резерв Минэнерго. Сократить в два раза время работы и при этом значительно снизить расходы удалось специалистам НГДУ «Джалильнефть». И всё благодаря разработанной ими новой технологии. В чём она заключается, расскажем в нашем следующем сюжете. Как объяснила Амадин из аторов технологии, её суть заключается в использовании азотно-кислородной станции для освобождения нефтепровода от жидкости. Операторы вместе с мастером бригады останавливают скважину и подсоединяют азотный компрессор. С его помощью жидкость в трубопроводе продувается в сторону ГЗУ, откуда уходит дальше на дожимную насосную станцию. Раньше для этого использовали автоцистерны. Процесс был затратным и очень трудоёмким. Ведь пункты сливы могли находиться на расстоянии 30-40 километров. Новое решение задачи гораздо более выгодно. Компрессор один может полностью опорожнить, создать давление и с помощью азота протолкать эту жидкость до нужного места. Время на операцию сократилось практически в два раза. Теперь на освобождение трубопровода от жидкости и подготовку к огневым работам уходит не более четырёх часов. На этой скважине процесс занял всего полчаса. С 2016 года только в ЦДНГ номер 7 проведено порядка шести операций. Технология доказала свою эффективность и принесла ощутимый экономический эффект. Паблик-арт-проект «Сказки о золотых яблоках», реализуемый при поддержке компании «Татнефть» проводит для жителей и гостей Альмитевска серию бесплатных мероприятий, в рамках которых до 22 сентября будут проходить занимательные мастер-классы. На одном из них в эти выходные побывала и наша съёмочная группа. Минувшие выходные кураторы программы «Сказки о золотых яблоках» провели очередную серию событий «Мой город, моя улица». Участникам представилась возможность посетить мастер-класс по флюид-арту под названием «Цвет настроения. Карта чувств», куратором которого выступила художница Юлия Петрова. Флюид-арт – это с переводом на английского как «Текучее искусство» или «Искусство потока». Это абстрактная форма искусства. То есть мы не рисуем образы, но нам есть о чём рассказать. С помощью акриловых красок создаётся рисунок, который показывает как раз-таки индивидуальность каждого человека. Мастер-класс проходил в два этапа. После короткого теоретического блока участники приступили к полёту своей фантазии. Ведь абстрактная живопись не имеет своих каких-то чётких границ и определений. Ни одна картина никогда в жизни не может повториться. Хотя у нас одни и те же инструменты. Мы рисуем одни и те же цветами. Например, три цвета основных. У всех одна и та же консистенция, количество. Но однако, когда идёт смешивание красок, картина получается уникальной и индивидуальной. Напомню, что сказки о золотых яблоках – пятилетняя паблик-арт-программа в Альмейцевске, которая осуществляется по инициативе компании «Татнефть». Совместно с Институтом исследований стрит-арта из Санкт-Петербурга. Техника абстрактной живописи флюид-арт, иными словами, жидкий акрил для Альмейцевска – относительно новая. Тем не менее, фанатов такого направления уже появилось достаточно. В мастер-классе по созданию собственной картины приняли участие более 30 человек. Практика рисования и в данной технике помогает справляться со стрессом и абстрагироваться от внешних раздражителей. Подходит для людей с любым уровнем художественного образования и доступна каждому желающему. Мне бы хотелось, чтобы здесь появилось, и нам бы хотелось нашему проекту. Это как раз больше взаимодействие с жителями, чтобы жители начали участвовать в процессе благораживания своего города и в творческом процессе. И будут приезжать художники, которые как раз на эти мастер-классы можно будет записаться и вместе с ними создавать какие-то арт-объекты в городе. За небольшое количество времени участники познакомились с техникой наливной живописи. Все работы, выполненные участниками, в этот день станут участие общего панно, которое будет размещено в реабилитационном центре Нижней Мактамы. Напомню, что накануне там состоялась закрытая творческая встреча с музыкантом Андреем Цыгановым, более известным рэпером как Мистер Малой. Пройдя сложный путь, Андрей откровенно рассказал о своем опыте успешного выхода из зависимости, а также поделился, как быть, если рядом с вами зависимый человек, и каким образом искусство может повлиять на качество жизни человека. Отметим, что в рамках программы под названием «Мой город, моя улица» поучаствовать в преображении своего города может каждый желающий. Нефтяная столица республики уже не в первый раз становится площадкой для проведения масштабных музыкальных событий. Так, в минувшие выходные на городском Майдане прошел открытый фестиваль бардовской песни «Место встречи Альмитиск». Фестиваль собрал авторов собственных произведений и просто любителей бардовской песни. Культурно-музыкальное событие было организовано по инициативе и при поддержке компании «Татнефть». Подзвуки аккордов и мелодии гитарных струн, композиции известных исполнителей и авторские произведения свечали буквально отовсюду. Так начался фестиваль бардовской песни «Место встречи Альмитиск». «Это культура, которая существует именно в нашей стране. Здесь она развивается, здесь она живет собственной жизнью. И для нас, для жителей России и ближних стран, наших союзников и партнеров, это, наверное, та объединяющая культура, которой пропитано практически все». Фестиваль бардовской песни проходит второй год по инициативе и поддержке компании «Татнефть». Организаторы отмечают, что масштаб мероприятия только растет. «Мы при поддержке, конечно же, руководства компании, администрации нашего города всегда стараемся создать условия для того, чтобы все люди, кто сюда приедет на фестиваль, все гости нашей республики, гости нашего города, жители нашего города, все получили удовольствие. Жизнь наша бурная, летит не останавливаясь, и вот такие вот фестивали позволяют нам немножко остановиться, мне кажется, остановить мгновение и почувствовать удовольствие». В этом году количество заявок выросло в два раза, а география конкурсантов становится все шире. В Альмитиск в полной мере реализовать свой творческий потенциал, поделиться душевными песнями и стихами, создать уют и обстановку семейного праздника приехали авторы-исполнители со всей России, от полуострова Крым до Тюменской области. Фестиваль замечательный, мы приехали уже второй раз, мы в прошлом году были. Мне очень нравится организация, настолько все продумано, и такое доброжелательное отношение, прям вот очень гостеприимное. В фестивале это всегда прекрасно, это всегда настроение, мне очень нравится. Замечательно, очень нравится, мы первый раз приехали, мы думаем в следующие годы тоже обязательно будем приезжать. Полевая кухня, каша вкусная, чай, вот тут ярмарка, очень интересно. Открытая площадка фестиваля дала возможность почувствовать ту самую бардовскую атмосферу, когда песни под гитару можно слушать, сидя на траве. Многие слушатели такую возможность не упустили, и буквально за несколько минут заполнили импровизированный зрительный зал. Очень интересно, здорово вообще, необычная атмосфера такая, какая-то неформальная. И барды, ну, все, которые такие известные, которые поведены только по телевизору здесь, у нас в Альмитовске, это здорово. Впечатления самые-самые яркие, самые приятные. И муравья тогда покой покинули. Такие фестивали объединяют поэтов, музыкантов, единомышленников. Здесь встречают старых друзей, находят новых. И просто хорошо проводят выходные. Замечательно, нам все очень нравится. Прекрасная атмосфера, замечательный фестиваль. Все очень хорошо располагает, отдыхаем, прекрасная погода. Философские мотивы, ностальгия по прошлому. В их исполнении текст всегда важнее музыки. Здесь лучше песни может быть только песня, которую мало кто слышал. В течение всего дня для всех, кто был на Майдане, работала площадка с мастер-классами, детская игровая зона, ярмарка продажа. «Подожди, тогда еще немножко посидим с товарищами у костра». Молодцы такие, что организовали для людей. Вообще люди прям вот смотрю с удовольствием. Вообще почаще в таких мероприятиях люди в шоке. Еще будете приходить такие песни на русском языке? Конечно, конечно. Такими глазами, ушами видеть и слышать редко бывает, нечасто. Вечером для горожан и гостей города выступили специальные гости, известные российские барды. А среди них настоящие звезды. Заслуженная артистка России Галина Хомчик и народный артист России Олег Митяев. Они год шли к пьедесталу с честью, пройдя различные испытания. И вот день награждения настал. Ярко и красочно завершилась спартакиада среди работников компании «Танека». За все время соревнований они участвовали в 15 видах спорта – кроссе, лыжах, гонках и многих других. В заключительный день состязаний прошли два зрелищных этапа. Подробности в сюжете далее. Закрытие спартакиады «Танека» – это всегда семейный праздник и шоу. Выступление альметьевских ребят еще раз подчеркивает философию соревнований. Быстрее, выше, сильнее. Экстремальное выступление настолько понравилось зрителям, что некоторые из них даже приняли в нем участие. Разминка – обязательный элемент любых соревнований. Поэтому и участники, и болельщики состязаний присоединились к массовой зарядке. Что касается спортивной составляющей спартакиады, то в завершающий день предстояло выявить победителей в двух силовых дисциплинах. Одна из них – борьба на руках. Участников фармрестлинга поделили на весовые категории, и в каждой развивалась борьба за первое место. Как ощущения победителя? Финал все-таки выиграл. Ну вот. На эмоциях, конечно, давно пытался выиграть. Вот, выиграл, наконец-то. Спасибо организаторам, что предоставляют такой праздник нам. Еще одна дисциплина спортивной борьбы – перетягивание каната. По регламенту в ней участвуют только по пять человек с каждой стороны. Однако рядом вся команда, ведь поддержка друг друга очень важна. У каждой группы своя техника, но ни одна из них не смогла противостоять силе участников команды «Динамит». В целом спартакиада сотрудников «Танека» состоит из 15 видов спорта. Это на три дисциплины больше, чем в аналогичных соревнованиях среди всех подразделений компании «Татнефть». В которой, кстати, сборная «Танека» с каждым годом улучшает свои результаты. Если семь лет назад «Танековцы» были лишь на седьмом месте, то в последние два года они занимают второе место. Но второе место, тем не менее, мы улучшили свой результат на 10 очков. Выступают в основном одни и те же ребята. Я думаю, за счет внутренней мотивации, за счет, конечно, нашей поддержки огромной. И вот это желание представить и защитить «Танеков» в «Татнефти» достойно, прям вот мотивирует ребят. Желание стать лучше и добиться хороших результатов мотивирует работников «Танека» и на победу во внутренней спартакиаде акционерного общества. По итогам этого сезона третье место заняла команда «Импульс», второе у команды «Динамит». Ну а первыми стали спортсмены из «Вектора». Они получают переходящий кубок третий год подряд. Победа всегда приятная, конечно. В этом году мы старались, очень хорошо выступали, намного лучше результат свой прошлогодний. Будем двигаться вперед, есть над чем поработать в некоторых видах спорта. Это радостный момент, но для нас, для всех, третий год этот кубок, это в истории «Танека» первый раз, когда служба третий год подряд удерживает кубок у себя. Задача также на следующий год быть первыми, но в спорте и спорт здесь покажем. Новая битва за заветный кубок у команды «Танека» начинается уже осенью, так что у спортсменов есть время отдохнуть и набраться сил для новых побед. На этом наш выпуск подошел к концу. Я с вами прощаюсь и желаю вам всего самого доброго. Проголосовать можно не по месту регистрации, а по месту нахождения. Для этого необходимо написать заявление и выбрать удобный избирательный участок. С 24 июля по 4 сентября заявление можно подать в любую территориальную комиссию, МФЦ или на сайте Госуслуг, а с 28 августа еще и в любую участковую комиссию. Не успели? С 5 по 7 сентября можно оформить специальное заявление в участковой избирательной комиссии по месту вашей прописки. Подробности по телефону 8 800 707 2019 или на сайте Центр избиркома Татарстана. Выбирай, где выбирать. Роскомнадзор предупреждает об ответственности за нарушение закона о персональных данных. Справки по телефону 843 528 0413. Роскомнадзор предупреждает об ответственности за нарушение закона о персональных данных. Справки по телефону 843 528 0413. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Всего доброго и до свидания.